Друзья, всем привет! С вами Кира Штафун. И Денис Бортко. Сегодня Денис для вас, для нас, для меня покажет несколько дыхательных упражнений. Да, я, значит, любого, у кого на это потянет, как вы говорите, у любого, у кого будет душевный позыв на это, я советую это попробовать, так как делая это, это мне довольно помогло с точки зрения энергии, как я себя ощущаю утром, и также вы начинаете дышать по-другому, когда вы вводите свою практику. Итак, начнем, значит, здесь сеть пяти упражнений. Начнем с первого. Значит, это упражнение я называю, можно сказать, позу льва. Значит, я сначала это сделаю, а потом я опишу, что я сделал, так, чтобы вы обратили внимание на определенные моменты. Значит, что я сделал? Сначала я сделал полностью вдох через нос. Все, что у меня было. Значит, вдох отойдет из, значит, и живот, и грудь, полностью идет вдох. И потом я делаю выдох на полную катушку через рот и высовываю язык. То есть, какой в этом смысл? То есть, я не только выгоняю все, что у меня есть из меня, но это также, говорится, это типа психологической тренировки. То есть, все свои внутренние демоны, так называемые, то есть, все наружу. Разные страхи, все, что бы ни было, полностью себе очищаешь. И в этом смысл этого. И после этого у вас не остается никакого воздуха вот здесь, и просто вот натурально всасывается живот. И всасывайте как можно больше. То есть, даже не надо всасываться, там такой вакуум происходит. И просто держите это как можно дольше, а потом через нос входит воздух, когда уже хотите дышать. И так, еще раз попробуем. Хочешь попробовать? Ах, нет, даже не знаю. Некоторым, некоторым может быть смешно, или даже иногда как-то стихнительно. У меня Малахова такая поза тигра или поза льва, как она у меня там была, то же самое. Серьезно? Да, серьезно. Да. Мы смеялись очень долго, когда смотрели. Да, поначалу это может быть смешно, да, выглядит, но по-настоящему, то есть, если уйти из-за определенных таких... Ну, опять же, это психологическая программа. Мы начинаем себя чувствовать типа глупыми какими-то, но это нас лимитирует. Поэтому, если просто делаете, не имеет значение, кто что вокруг может думать. Чем больше вы такое можете делать, чем свободнее ваше состояние, ваше сознание. То есть, кто бы что бы ни делал, если вы это делаете в полном осознанности, что вы это делаете, нормальная свобода, даже, может быть, некоторые люди будут это с вами делать, когда они видят, что вам ничего от этого. Поэтому, в принципе... Хочешь попробовать? Ты меня почти убедила. Попробуй, да, в этом ничего такого нет. Ну что? Поехали. 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 Сасываешь? Главное, чтобы не было никакого воздуха там. И потом, когда все уже там через нос ходит, воздух и все. И последний раз делаем. Ну и вот, вот это первое упражнение, которое делаю. Второе упражнение, оно похоже на первое, только там еще один элемент я добавляю. И опять сейчас покажу сначала. Значит, то же самое я это сделал, когда у них был вакуум. И это, можно сказать, я это называю внутренний массаж. Зачем я это делаю? Значит, я массажирую свои внутренние органы. Обязательно. Это очень важно. Я знаю об этом. Да. Поэтому, также, вот что вообще еще делать? Дыхательная гимнастика. Вот зачем я так все всасываю? Это вот вы делаете просто внутренний массаж. Что часто люди думают, массаж это только снаружи. А внутренние органы массажируют тоже важно. Поэтому это вам тоже поможет. Это вас просто сделает более здоровым человеком. Абсолютно точно. А как это сделать-то? Да, когда в том моменте, когда здесь вакуум, это просто играешь животом. Ага, все, я понимаю. Да. Я именно вот так толкаю, выталкиваю, выталкиваю. Все должно быть сильно, вот резко. То есть, вот как вот настоящий хороший массаж. Это то же самое внутри. Ага. Ну, еще раз. Один раз давайте сделаем. Ага. 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 Вы уже можете ощутить, как вы, как будто все становится ярче. Вот у вас больше воздуха. Кстати, да, 100%. Все страшно, что я читаю. Итак, теперь мы сделаем следующее упражнение. Это третье упражнение, которое я делаю. Значит, мы делаем вдох только через нос. Я сначала покажу, а потом опишу, что я делаю. Значит, сам смысл. Когда я делаю вдох, рот полностью закрыт. А выдох я не концентрируюсь, сам выходит. Потому что, когда я делаю вдох, рот закрыт, потом он чуть-чуть открывается перед моим следующим вдохом. И воздух постепенно сам выходит. Поэтому я только концентрируюсь, чтобы сделать вдох. Такой резкий-резкий-резкий вдох, как можно больше. Пока мы не почувствуем, что, ну, все. Поэтому давайте сейчас вместе делаем. Давай. Ну, вот и все. Можно даже ощутить, что как-то, как-то, как-то все плавно. Итак, вот это третье упражнение, которое делает четвертое. То же самое, только наоборот. Сейчас буду делать только выдох через нос. Значит, когда я делаю выдох, у меня обязательно рот закрыт. Сейчас я покажу, потом я буду описывать. Иногда из носа может что-то вылетать. Это нормально. Да, что, в принципе, тоже хорошо. Потому что, кстати, тоже все, что можно заметить в этих упражнениях, иногда у вас может какая-то слизь вылетать, которую вы так не усморкаетесь. Ясно. Итак, продолжаем. Значит, сам смысл. Рот закрыт, и я на полную катушку через нос выдыхаю воздух. Вы даже заметите, что у меня мышцы в напряжении. И живот так же, потому что я прямо выкачиваю, выкачиваю, выкачиваю. Все, что у меня есть, я выкачиваю. Не вдыхая при этом. Само вдыхаете. Получается, что я, когда я выкачиваю, так с воздухом происходит. И я это делаю, пока я просто не устал. Просто иногда в основном живот начинает уставать. Потому что как будто пресс качаете. Ой, все покачаем пресс. Да. Поэтому давайте начнем. Вот что сейчас еще мне произошло, когда мне так... Это когда я полностью на водород не закрывается, и воздух проходит. Получается вот такое. Вот, в принципе, и все. А, ну это четвертое упражнение. И после этого... Сейчас мы сделаем самое последнее упражнение, которое я делаю. Значит, это... Значит, это я называю... Водопад, можно сказать. Это когда воздух идет с одной ноздри, выходит в другую. Потом обратно вот так. То есть воздух будет идти вот так. Я сейчас покажу, что я делаю. Значит, это упражнение не только хорошо и для... Не только полезно для наших легких, для кровотечения, для энергии. Но также, что это упражнение делает, оно помогает балансировать наши мозговые полушария. Потому что здесь еще содействует не только ноздри, но также руки. Значит, что я делаю, я сначала сделаю, а потом я пишу. Так, что я делаю, а потом я пишу. Значит, первая вещь, делаем вдох сначала через живот, потом через грудь. То есть все, что у нас есть. Мы вдыхаем полностью. И правой рукой мы держим левую ноздрю. Почему я делаю вот так и вот так? Потому что это работа с полушариями, когда мы делаем вот такое перекрещение. Поэтому правой рукой левую ноздрю, делаем вдох через правую ноздрю. Потом мы держим воздух. Пока мы держим воздух, левая рука, правая ноздря. И сильно, как можно сильнее, мы делаем выдох. Все, что у нас есть. Потом то же самое обратно с этой ноздри. Мы делаем вдох. Держим воздух. Меняем. И делаем выдох. И опять. Делаем сильно. То есть, как можно сильнее вдох на полную катушку и как можно сильнее выдох. Да, она сможет опять же слизь какая-то вылететь. То есть все нормально, вы очищаетесь. Давайте сейчас делаем еще один раз. Поехали. Вот, у меня вообще очищение идет. Very conditions. Если дождь. Х位. Шы. 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 И вот. Супер. Поэтому, кого тянет на это, делайте, не стесняйтесь. Обращайте внимание, как вы себя ощущаете. И если вы это будете делать, то это будет вам очень полезно. Все. Огромное спасибо. Благодарю. До новых встреч. Продолжение следует.